Привет-привет, мои прекрасные зрители! Сегодня у нас 21 февраля 2023 года, и сегодня, тадам! Мы будем убирать ёлку! Вот знаете, она мне совершенно не мешает и совершенно не раздражает до сих пор. Хотя здесь моё рабочее место на кухне, постоянно у меня взгляд в неё упирается, и мне вот это вот нисколечко не мешает. А Юра уже ходит и бурчит, что пора убирать ёлку, пора убирать ёлку. А мне бы она так бы стояла бы и стояла. А потом он говорит, ну ладно, давай уже до 8 марта оставим. Я говорю, ну до 8 марта как-то уже совсем слишком. Лучше бы я на 8 марта получила букетик. Мимозы, очень хочется мимозы, кстати говоря. А ёлку будем разбирать. А мне даже жалко, между прочим. Такая она нарядная, весёлая. Но муж сказал надо, значит надо. А тут у меня, видите, на подоконнике плектрантусы колосятся. Черенки укоренённые для украшения горшечного садика летом подрастают. Ну что ж, сейчас нужно одеться, выйти на улицу и взяться за ёлочку. Друзья мои, по-моему, в этом году я побила все мыслимые и немыслимые рекорды празднования Нового года. Потому что сегодня 23 февраля, а ёлка моя как стояла, так и стоит. В тот день, когда я планировала её убирать, у нас вдруг зарядили дожди. Пошли такие буквально почти что весенние ливни. И никак мне не давали выйти на улицу, чтобы заняться ёлкой. Но вот сегодня всё. Всё, смотрим, прощаемся с нашей новогодней красавицей до следующего Нового года. Ну вот и всё, можно сказать, зимний сезон закрыт. И ждём начала весеннего. Хотя нет, чуть не забыла. Уберу венок и уберу бантик новогодний с этой ёлочки. А её, пожалуй, оставлю здесь. Хорошо она здесь смотрится. Ну а сейчас можно и по саду пройтись. Пойдёмте. Очидки совсем-совсем покраснели от холодов и от морозов. Но я надеюсь, что они к лету отойдут. Я думаю, что их нужно будет подстричь. Вот в кофейничках, как вы считаете. Подстригать их или не надо? И те молодилы, которые растут в камнях, тоже скукожились, потеряли свой цвет, стали такими фиолетовыми. Я уже подстригла метельчатые гортензии, которые большие. У меня два больших куста ванилы фрейс, а вот те, что сажала осенью, они такие маленькие, такие тонюсенькие. Я даже не представляю, как их стричь. Вот эта палочка, это подпорочка, если что. А сами гортензии. Вот прутик. И вот прутик. Кто у нас на такие гортензии, подскажите, как подстригать такие. Но вообще прутики, они просто как проволочка, даже нельзя сравнивать с карандашом. Вот прутик. Когда на них были листья с саженцами, они казались еще более-менее. А сейчас, после зимы, так вообще. Снежники у меня вылезли, но еще до цветения им очень и очень не скоро. И вот еще появились. А эти быстро выскочили. По-моему, их еще на днях не было. Я тут смотрела. Тюльпаны уже тоже возвышаются. Но сегодня у нас холоднее, чем стояла погода эту неделю. Сегодня прямо руки замерзли. Вообще у нас уже поднималось так хорошо. До плюс десяти пару дней было. Вот. Что у нас здесь? Моя треугольная клумба. Тоже подснежники. Вернее, здесь гиацинты, тюльпаны и нарциссы. На гортензиях почки уже прямо видно, как набухают. Даже уже кое-где позеленели. Хотя я бы не сказала, что вот прямо тепло-тепло. Но уже все равно пора уже браться за стрижку. Сверху-то я их немножечко пообрезала, чтобы они не ломались от ветра на зиму. Но настоящая стрижка такая окончательная, предсезонная, еще впереди. На розах тоже пучки уже красные. Вон какие красные пучки. Но это все сострижется. Под хризантемами уже тоже видны свежие зеленые побеги. Вон они вот там, у самой земли. Видите? Если бы сегодня не было так холодно, я бы вышла, конечно, на улицу и занялась хризантемами. Поснимала бы все это сухое. Но в самом деле руки мерзнут. Не сильно хочется. И красные почки есть на зафере тоже. Такие стали густые мои сосны. Нужно тоже их кардинально обрезать. И вот это уже не ждет вообще. Вот сейчас прямо их и нужно обрезать. Пока не началось сокодвижение. Что у нас на барбарисиках? Ну, эти барбарисики пока что без почек. Ягодки у них так всю зиму и провисели. Вы знаете, я даже пробовала. Думала, что они такие кисловатые. Они вообще никакие на вкус. О, сколько здесь яблок нападало в куст. Так понакалывались на колючке. И, видимо, тут так всю зиму и прозимовали. Аж сгнили. А яблоки, которые мы с вами собирали осенью, вот это вот голден мой, мы доели буквально неделю назад последние. До середины февраля. Был запас яблок, что я с ними только не делала. Не жалела вообще. И пироги, и варенье. Несколько видов и запекала их. И так просто и с мясом запекала. Потому что люблю мясо запеченное с яблоками. Особенно курочку с яблоками, с картошкой. Очень вкусно. В общем, не жалела я урожай. Не экономила, в смысле. И хватило нам его до середины сентября. Отличненько. До середины февраля. Да. Тут у меня мешок с будущим компостом. Зреет, вызревает. Так хочется открыть, посмотреть, что там происходит внутри. Сейчас, наверное, открою, посмотрю. Ну-ка посмотрим. Ну, тут вот эти листья верхние, верхний слой. Я засыпала, совсем еще зеленая. Не сильно хорошо. Я засыпала, уже зимой собирала с газона. Вот они не перепрели. А у меня есть еще средство для компоста. Для быстрейшего его созревания. Вот, надо сделать, будет и залить. Еще пакетик у меня остался. Так. Что делается в моем секретном садике? Что я хотела посмотреть? Я хотела посмотреть розы. Осенние посадки. Вот они. Так. Это у нас... Как же она называется? А, роза четырех ветров. Красная, красивая. Ничего, тоже почки есть. Польба кюс. Так, нет, это барок. Барок плетистая. Есть почки. Тут у нас... Гиди бридж вуатер. Тоже с почками стоит. Барок плохо нарастает, да? У меня не было всего один побег такой. Более-менее. Там, около него, под забором, тоже есть тюльпанчики. Уже повылазили. А здесь... А здесь отчиток видный. Уже свои розочки выдвинул. Ну, почистить его надо немножечко. Привет, маленький ангел. Как тебе зимовалось? В этом сезоне мы впервые не убрали фонтан. И даже не вытащили оттуда изнутри моторчик. Вот теперь мы переживаем, что моторчику уже всё. К сожалению. Как-то так выпустили это из вида. Потому что туда и вода натекала, и морозы были. Всё это замерзало, отмерзало. В общем, не очень хорошо. Даже не знаю, надеяться, что он выжил. Или не надеяться. Юка. А тут у меня что-то зимует. А что у меня тут зимует? Слушайте, я и не помню. А, это, по-моему, у меня вот в коричневом горшке. Это хоста у меня, которая в горшке росла. А вот тут вот канарейшник. Зимует. Куда-то посажу его. Ну, ничего ещё не взошло, конечно. Кроме луковичных. И это нормально. Это хорошо, потому что всему ещё рано. Вот опять на этой гортензии почки. Жирные такие. Ничего. Лето покажет. Вот моя подстриженная. Ванилла Фрейс. Одна из двух. Покороче я ей оставила между узлиями. Потому что хочу, чтобы цветки были покрупнее. И не сильно высоко она разрасталась. Так, опять наши розы. Довольно свежо выглядит наперстянка. Хорошие у неё такие розетки. Не подгнившие, не подмороженные. Яркие. Так, это от лилии листья. Ну, лилии все зелёные стоят. Это такие обычные лилии. Ароматные белые. Они у нас стоят зелёные круглый год. А вот те, которые более такие аристократичные. Ну, всякие там гибриды. Их, конечно, ещё нет. Вот тут я себе заказала две розы. Заказала макарозу, два куста. И маракеш, два куста. Хочу их посадить вот в этом месте. И мне опять здесь придётся что-то двигать. Ближе к весне, когда видно будет, что где здесь у меня проклюнется. В планах у меня вот эти вот две. Вот эти вот две. Выкопать и пересадить их плотно в одну яму. Они всё равно очень малорослые. Это вентило. Им не будет тесно. Двум кустам в одной посадочной яме. И таким образом у меня здесь освободится ещё место для двух посадочных ям. И эти две новые розы я посажу по два куста в одну яму. Так каменные розы здесь разрослись в этом вазоне в виде птичек. Было по одной всего. За несколько лет вот уже прямо разлезлись в все стороны. Тюльпанчики вылезли. А вот эта зелень это называется мелколуковичная. Я их так и покупала. Мелколуковичные было написано. Цветут синенькими, беленькими и жёлтенькими мелкими цветами. А что за название понятия не имею. А тут у меня розочка Элла Дигюш-Сен. Тоже новая. Осенние посадки. О, ещё хочу посмотреть, как остальные розы себя чувствуют. Осенние посадки. Где-то здесь у меня ещё одна была. Надо же такое. А, вот она. Вот она, вот она. Это, по-моему, модерн арт. Да, это модерн арт. Так. Зайдём в патио. Горшки вот эти белые. Это я иногда накрываю гортензии. Когда очень холодно. Когда морозы. Гортензии. Те, которые посадила этой осенью. Которые совсем-совсем маленькие. Вот они под кучей из хвойного опада. Но я их закрываю, открываю, закрываю, открываю. Это, конечно, та ещё заботушка. Потому что если их не откроешь в довольно тёплый день, то они тут же начинают покрываться плесенью и запревают. О, какие тут уже листики. Это ж надо какая-то быстрая. Прямо уже не то, что пучки, уже даже листики. Вот так вот. Сначала листики быстро-быстро она выгоняет, а потом уже в апреле какой-то такой смешной заморозок небольшой. И могут примёрзнуть. А зимой листья выгоняют. И распускается калина карльса. Почки она держит всю зиму, но не было ей пару таких тёплых дней, чтобы она набрала силы и эти почки распустила. Вот только сейчас. А то бывает она и в декабре отсветёт, и в январе отсветёт, когда ей хочется. В этот раз только почки. Зато почек много. Так усыпано всё деревце. А раскрывшихся немного совсем. Очень приятно пахнет. Так по-весеннему, по-весеннему весенними цветами пахнет. ещё я не обратила внимания, по-моему, там где-то ещё примула цветущая промелькнула. Идёмте посмотрим. Да нет, примула не цветёт. Вот только что-то похожее на цветочек есть. Ну что, вот мы с вами и прошлись по саду. Особо смотреть, конечно, нечего. Все деревья ещё спят. Солнышко садится за туи. светит ярко. Вот не убрала я моторчик из фонтана на зиму и шторы тоже не сняла. Такие висят. Уже год не снимаю. Надо будет снять, хоть перестирать их, да снова повесить. Интересно, юка будет у меня цвести в этом году или нет. Она у меня цвела всего лишь один раз за несколько лет. Это не та юка, что нечетая. Это совсем другая и цветёт она более крупными цветами. Соцветие у неё такое мощное, как дерево. Хотелось бы, чтобы зацвела, конечно. Ну что, будем прощаться. 23 февраля сегодня 23 года. Всем, мирного неба, надежды на лучшее и побольше всяческих радостей. «Музыка» 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 Продолжение следует...